Так, всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас необычная такая вот обстановка. Я, значит, во время берем молитвы в синагодии в Нюринверде. Здесь же по-другому время идет, и поэтому у нас сегодня... Вот сейчас как раз чтение Тора, мы учим урок. И интересно, что урок Торы, который публичный, он важнее, чем индивидуальное. Вот я или индивидуально сейчас помолюсь, или я лучше проведу урок Торы. Так урок Торы важнее, да, регулярно, особенно как у нас есть регулярный урок Торы, он важнее. А я уже потом сам домолюсь. Я во время молитвы прервался общественной. И, значит, сейчас мы как раз... Вот Яков Шатадин нас смотрит. Привет, Яков Шатадин! В Нюринберге сейчас... Тут, кстати, тоже такие походные условия. Сейчас у них в синагодии ремонт. Вообще все на улице молятся. Вот, если вы хотите посмотреть, как в Нюринберге молятся, как чтение Торы происходит. Вот, у нас сейчас будет такая вставочка. Вставочка небольшая, видите, вот так вот это происходит. Чтение Торы прямо. Видите, это утренняя молитва. Хорошо, а у нас мы сейчас должны изучить как раз... Должны мы изучить... Дмитрий Тим, да, привет. Мы сейчас должны изучить как раз три отрывка из 13 главы, очень важных и полезных. Изучить их для того, чтобы... Для того, чтобы знать... Вот, смотрите, я сейчас сразу эти три отрывочка и напечатаю, чтобы самому видеть. Отправить. Все. Значит, все. Это первый отрывок. Итак, значит, что это значит все? Значит, есть люди, которые... Задон, Мезид, это люди, которые осознанно идут против Бога. Это Задон называется, да, Бемезид, как корох был такой. И когда человек идет, он такой осознанно идет против Бога, то у него это страшная сила. Представьте, каким надо быть вообще бесстрашным, каким надо быть идиотом, с моей точки зрения, чтобы идти против Бога, да? Но те люди, которые шли против Бога, они могли сделать революцию в России. Представьте, это были люди, такие безбожники, которые... Для них нет же границ. Они бах, царя убите, то взорвайте, то сделайте. То есть у них нет границ. Тот же Карл Маркс, например, да? Он говорит, а что нам? Мы, значит, у этих заберем, ну и всем раздадим. Ему говорят, а как они же не отдадут? Убьем их. То есть когда человек без Бога, и он такой уже принял для себя решение, что все, он устанавливает законы в этом мире, он становится бесстрашный, такой бесстрашный, без башни, без всего. И, значит, вот как раз вот эти вот, которые безадон, вот в этом отрывке, как написано, давайте я еще раз его вставлю вот сюда, вот так вот. Значит, написано так. Рак, безадон и тен, маца. Значит, вот эта маца, это есть ссора, такая ссора, когда люди ссорятся. А маца это уже ссора, близкая к драте. И вот те, которые, они стали вот этими задонами, теперь я понимаю, я слышал когда-то в детстве слово такое, маздон называли, маздон. Ну ты маздон, я слышал как-то в таких, от старых евреев, это ругательство. Я никогда не мог понять, кто такой маздон этот. А вот это здесь оказывается из притчи царя Соломона. Рак бы задон и тен маца. Вот эти вот задоны, маздоны, которые идут против Бога, они делают ссоры в близких драте. То есть для них уже границ нет. Они уже свое, чтобы там мнение доказать, пропихнуть и так далее, они готовы даже людей убить. И так как были вот эти вот евсекции, еврейская секция, которая против шла, против раввинов, против там, ну, торы. То есть это страшные люди, которые идут против Бога. У них нет границ, у них нету, нету них. Но именно задоны это те, кто осознанно идут против Бога. Они могут убить, а что не убить? Если все обезьяны, так одна обезьяна может другую обезьяну убить? Может, даже должна, они могут сказать. Ну, понятно. Теперь, вээт, нуацим, хохма. Те, которые советуются, те люди, которые советуются, нуацим это советующийся, да? Что значит человек советуется? Он хотя бы подозревает, у него есть предположение, что его мнение, оно не стопроцентное. И когда он видит с одного ракурса, с другого ракурса, с третьего ракурса, тогда он может прийти к тому, что он поймет, что все ракурсы это ракурсы, а хохма, божественная мудрость, это чистое знание, это истина, настоящая такая истина. И когда он с разных ракурсов увидит неистину, тогда у него есть возможность, если он советуется, если он понимает, у него есть возможность прийти к этому божественному знанию. Я изучаю сейчас книгу одного, там, Рэй Далио, да, такой есть миллиардер, один из самых влиятельных людей в мире. Так он, его один из главных принципов в жизни, будь, он говорит, радикально open mind, будь радикально открыт к мнениям других людей, к исследованиям. То есть ты должен быть, ну, открытый, да, у тебя мозг должен быть открытый. Это как раз вот об этом говорится, что ну ацим хохма. Те, которые советующиеся, те, которые не упирают, не прут в одном направлении, вот я считаю так и все, а что ты так считаешь? А потому что это правда, вот я на самом деле тебе докажу. И как только человек так думает, все, он уже закрытый. Если человек говорит, ты знаешь, есть такое мнение, вот я даже не помню, откуда я его слышал, но я слышал, допустим, от даже какого-то профессора, но я не знаю, правильно ли я его понял, я не знаю, откуда профессор это взял. Но есть одно мнение вот такое, а ты слышал, есть еще другие мнения. Да, ты знаешь, я читал исследование другого профессора, он говорит прямо противоположно. О, как интересно. А давай поищем. О, оказывается, есть еще третий профессор, и четвертый профессор, и пятый профессор. И они все на этот вопрос смотрят по-разному. Слушай, да, вот это вот все, это все субъективные мнения. А давай-ка посмотрим, что Бог нам говорит. Тора. Опа, а Тора говорит вот так. Значит, это так, потому что, ну понятно, что раз профессора спорят с собой, значит, их мнение неоднозначное. А вот Тора однозначное. А послушай, а вдруг Торо придумали, да может человек сказать, может сказать. Может так сказать, и с чем он останется? Опять он останется ни с чем. Поэтому, значит, советующиеся, они выйдут к хохме, к божественному мудрости, потому что она все-таки есть. Теперь дальше, следующий отрывок. Следующий отрывок сегодняшний, он такой. Он, Эвель и Мат. Мат. Значит, имущество, богатство, которое пришло от Эвель. Эвель это суета, да, суета. Но дословно Эвель это пара. Оно и Мат, оно уменьшится. Вековец, Альят, Ярбе. А тот, кто собирает через руки, через силу, да, дословно, оно увеличится. Что это значит? Значит, опять же, люди стремятся к деньгам, это природа человека. То есть, так человек устроен. Мы вот сегодня ехали с сыном на молитву, когда с Ильишомой обсуждали, что вот эта вот конкуренция, вот это вот соревнование, зависть, это в природе человека от появления человека. Еще вы помните, два было брата, Каин и Эвель. И Каин убил Эвеля. А почему он его убил? Потому что Эвель придумал, как лучше служить Богу, и он Богу дал самое лучшее, что у него было. А Каин дал от плодов земли, от, немного он дал от того, что у него было. То есть, у них был разный подход к служению Богу. Эвель, он считал, что самое главное служить Богу, это, значит, самое главное служить Богу в этом мире, человек для этого рожденный. Весь этот мир, это только средство, и вообще, ну, как бы, ну, вынужденно мы здесь находимся. И он самое лучшее отдавал Богу, переносил в духовный мир. Это был Эвель. Каин, он говорил, нет, этот мир очень важен. Естественно, что Бог его создал, Бог им управляет, но и он отдал Богу маленькую часть. Это два подхода религиозных людей разных. То есть, есть профессионалы, а есть физкультурники. И это, кстати, есть во всех сферах жизни, в спорте тоже самое. Есть профессиональные спортсмены, есть физкультурники. Так вот, когда Эвель, он отдал самое лучшее, что у него было, а Каин чуть-чуть, Бог принял жертву Эвеля, то есть, спустился на его жертву огонь, и, как бы, свет, и все. И Каин затасковал, прямо с этого Тора начинается. И Бог ему говорит, слушай, говорит, а чего на тебе лица нету? Хочешь быть как Эвель, будь, для тебя дороги открыты. Ешивы есть, для каждого можно ехать. Я совершенно спокойно в 26 лет уехал в Ешиву, сел и, значит, полностью посвятил себя служению Богу, изучению Торы. В любом возрасте есть такие люди, я знаю, таких людей приходят в синагогу, все, меня ничего не интересует, только хочу служить Богу. Мужчины, женщины, значит, сказал Бог Каину, а что ты, почему тебя, ты завидуешь Эвелю, ты тоже можешь так сделать. Каин, значит, а что сделал Каин? Каин что сделал? Он убил Эвеля, представляете? Он вместо того, чтобы сделать то, что мог сделать Эвель, он Эвеля убил. Просто с этого начинается история человечества. И тут, кстати, тоже вот эта история долго не давала мне спокойно вообще жить, да, можно даже так сказать. Я думал так, где же справедливость? Где божественная справедливость? Эвель, который Бог ему только что сказал, мне нравится твоя жертва. Эвель, который Бог сказал Каину, что ты ему завидуешь, сделай как он, он же святой, и тут же Бог позволяет, позволяет Каину убить Эвеля, где награда. А Каин после этого строит города, рожает детей, все. Но в конце его, правда, тоже убивают, но ничего, это как бы возвращается. Так что, что же, ну всю та жизнь он здесь прожил. И вот ответ я когда-то получил в городе Цфата у одного такого очень, такого раввина. Он был и профессор, и раввин, и каббалист. И, значит, летал на своем маленьком самолете эти над Цфатом. И он делал вино, которое продавал по 600 долларов за глиняный кувшин. Он его делал, как делали его когда-то. И самые вот эти богатые, верующие, святые люди, каббалисты, они покупали именно его вино на Песах там. То есть человек был действительно со всех точек зрения интересный. И он мне рассказал, он мне так ответил. Он говорит, что вот именно твой вопрос показывает, что ты как Каин. Потому что ты ценишь этот мир больше, чем духовный. И поэтому для тебя награда должна здесь прийти. Ты рассматриваешь этот мир как награда. А Эвель рассматривал этот мир как средство. И когда человек уходит из этого мира через страдания, есть страдания для праведников, страдания из любви. То есть он настолько, как рабе Атива, которого убивали, а он говорит, я об этом всю жизнь мечтал вообще отдать за Бога душу вообще. То есть действительно пройти вот это испытание, как Авраам, когда прошел, когда его в печку тянули. И Авраам, бах, его в печку тянули, он по печке ходит, такой радуется. То есть вот эти люди на таком уровне, они этот мир вообще не воспринимают как важный. Но они его воспринимают только как тренажер. А как с тренажером, то есть есть люди, которые вот экстремальные нагрузки. Зачем они все время берут экстремальные нагрузки? Они же себя убивают, которые бегают по 100, по 200 километров, там по пустыням. Вим Хофф есть такой, он в трусах залез на Эверест, на гору пошел в трусах. Там люди вообще идут в скафандрах и не доходят. Зачем они это делают? То есть есть люди, экстремалы, которые хотят по максимуму отодвинуть границы своих возможностей. Они заходят за грань своих ограничений и в этом их жизнь. Так вот, с точки зрения Каина, нормального человека, это неправильно. Он Богу отдал от плодов земли, а Эвель отдал всех своих баранов, перерезал сразу там самых жирных, чтобы найти. Он прямо всех убил, чтобы найти самого жирненького, который там самый лучший. То есть он этот мир воспринимал, как вообще ничто для него оно было. И значит, когда его убили, а он в это время радовался, это был джекпот. Это было как раз для Эвеля, это была награда. Для Каина была награда построить города и вырастить детей. И Каин, он об этом просил. Он дал чуть-чуть от плодов земли, для того, чтобы получить больше плодов земли. То есть это два разных подхода, принципиально разных. Подход физкультурника, это Каин. И подход профессионала, это Эвель. Экстремала, профессионала, который хочет зайти за грань своих возможностей. Так есть во всех сферах. Люди делятся на две эти категории, и они никогда друг друга не поймут. И есть третья категория, то, что мы в предыдущем отрывке выучили. Это скептики, вот эти вот, да, которые идут против Бога. Они тоже экстремалы, но они идут экстремально против Бога. То есть они как раз экстремальные негодяи. Теперь вернемся к этому отрывку, что имущество, которое приходит из Эвеля, из суеты, оно уменьшится. Значит, здесь говорится, нас опять переводят на уровень понимания простого, как работает этот мир. Царь Соломон говорит, что если ты наживаешь имущество нечестным путем, с какими-то борьбой, страданиями, обманами и так далее, то оно в конце концов уменьшится. То есть тут как ни крути, как тут ни крути, значит система работает. Кайна все равно потом убили в конце, да, в конце жизни. И все, что человек вкладывает в этот мир, оно ему возвращается. То есть это такая, как закон, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Тот, кто собирает богатство очень надежно, постепенно, кусочками, кирпичиками и так далее, оно у него будет умножаться. То есть он идет какими-то такими проверенными схемами, шагами. Значит, вот такое нам сказали. То есть если ты даже чем-то занимаешься, как есть такой в Торе закон, не поднимайся по ступеням на жертвенник мой, чтобы не оголился твой стыд на нем. То есть ступеней же не было на жертвеннике. Это закон такой, да, не прыгай через ступеньки, не прыгай. Даже те же экстремалы, они, если он не прошел подготовку, он умирает. Маленькая деталь, которая не проработанная, она этого экстремала может убить. Поэтому идем постепенно в духовном росте, в физическом росте, в богатстве, не останавливаясь, но постепенно. Да, опять же, это путь не экстремаловый, экстремалы скажут, да, ладно, там, и начнут экстремальничать. Но если человек хочет расти так постоянно, значит, надо идти по без ступенек, то есть по вот такому подъему. Но ограничения надо преодолевать по-любому. Развитие идет через преодоление ограничений. Ограничения – это боль. Как говорится в Пертьевод, липум цара агра. Чем больше страдания, тем больше награда. Прямо так и написано. То есть чем ты больше преодолеваешь свои ограничения, тем больше Бог тебе отвечает. Преодоление ограничений – это боль. Как говорится в Америке, no pain, no gain. Нету боли, нету прибыли. Все. И третий отрывочек. Третий отрывок у нас очень интересный, вообще такой. Я помню, когда-то, я сейчас уже, Мишли, иду по второму, по третьему разу, когда-то уже проходил это, этот отрывок мне очень запомнился и очень сильно открыл глаза на вообще на многие вещи. Значит, Тохэлит Мамушаха Махалалев. Значит, надежда – продолжительная болезнь сердца. Вээцхаим Таваба. И древо жизни – вожделение, ну, вожделение, желание, которое тебе пришло, которое реализовалось. Значит, смотрите, как объясняют Малбиум. Значит, есть у человека тиква, надежда. Да, на верите есть такое слово – тиква, надежда. Значит, Дима Израиля называется атиква. Да, атиква – это такая надежда-надежда. Так вот, надежда, что это за такое качество? Это человек надеется, например, там кто-то, бизнесмен какой-то, он надеется стать миллионером, например. Да, он начал бизнес и он надеется. Эта надежда, она, в принципе, может реализоваться, может не реализоваться. Может он станет миллионером, может не станет. Или девушка, например, молодая, она надеется выйти замуж. Да, у нее есть тиква, надежда выйти замуж. Или она немолодая, тоже у нее есть надежда выйти замуж. Может выйдет, может не выйдет, раньше, позже. Такая, может реализоваться. Это слово тиква, надежда. То хейлот, что такое то хейлот? То хейлот – это такая надежда, которая, она точно сбудется. То есть она точно сбудется и, например, девушке ее парень уже сделал предложение и говорит, через год я вернусь с рейса, и ушел в рейс, да, он моряк. И он ей говорит, все, дорогая, выходи за меня замуж, через год свадьба. И вот 12 месяцев она ждет, когда же он вернется, когда же он вернется, когда же он вернется. То есть она знает, что это сбудется, но и знает даже когда, но долго ждет. Вот это вот то хейлот, да, такая надежда, которая со сроком и которая уже наверняка должна сбыться. Теперь есть еще таава. Таава – это просто вожделение. Сбудется оно, не сбудется. По Малбиму, по Малбиму, это такое желание, которое не сбудется, да. Вот хочет человек, например, какой-то там влюбился парень какой-нибудь там, Сергей Петренко, влюбился в Анжелину Джоули, да, и он вожделеет эту Анжелину Джоули. Он ее развесил, все плакаты на стене, и он, значит, ее хочет, она ему нравится, да, и он прямо мечтает о ней. Это таава – вожделение, да. Но где он, где этот Петренко, а где Анжелина Джоули? Теперь, давайте теперь, когда нам понятны термины, вернемся к этому отрывку. Значит, говорит нам Малбим, что вот эта вот надежда, когда ты знаешь, что это должно прийти, если она длится долго, и ты ждешь сильно, то это может вызвать махалатлив, болезнь сердца. То есть это вредно для человека, слишком хотеть что-то, слишком хотеть что-то, оно прямо его может, как сказать, ну вот, болезнь сердца, так написано. Теперь, дальше он переходит в древо жизни, если вот это вожделение несбыточное приходит. То есть если к Петренко вдруг зайдет Анжелина Джоули, то это для него будет как древо жизни. Взрыв радости, взрыв эмоций, взрыв вообще счастья. То есть это такой, такой удар позитивный по его нервной системе, что он просто оживет. Когда у человека случаются какие-то вот такие события, я вчера смотрел, у меня одна из участниц моего тренинга, который сейчас идет, действует двойцы, да, из тренинга. И она, они записывают видеоотчеты, все, и она записала видеоотчет, что она мечтала прыгнуть с парашюта. То есть это у нее было не то хелет, это у нее была теква, надежда. То есть она надеялась на это, мечтала об этом, но не знала, когда это произойдет. И она говорит, и вот я прихожу к подружке, мне подружка дарит сертификат на прыжок с парашютом. И она такая счастливая, вот это у нее как раз не вожделение реализовалось, а надежда реализовалась. Ее просто прямо разносит от счастья, да. Теперь, какой такой практически вывод из этого? Если ты что-то сильно хочешь, ты это сильно-сильно хочешь, и оно не приходит, не приходит, не приходит, то это изнуряет человека. Оно изнуряет человека, даже если он знает, что в конце концов это придет, но вот это вот желание, желание, даже в случае, если 100% ты знаешь, что оно придет, оно может вызвать болезнь сердца, изнуряет. Теперь реализованные желания, они наоборот оживляют. И тут очень хорошо подходят слова, по-моему, Толстой, один из Толстых это сказал. Он говорит, не надо делать то, что любишь, надо любить то, что делаешь. То есть здесь что является таким ключиком, лайфхаком? То есть нужно для себя все, что вам Бог дает, такие приятные вещи, да, отнести в разряд то, что вы этого и хотели. То есть наоборот, вот знаете, как бывает, человеку все дается, а он не радуется, а то, что ему не дается, он наоборот за этим гонится, бежит, расстраивается. Нужно чуть-чуть изменить свою систему координат и радоваться всему, что дается, и сделать это своим вожделением, потому что если оно дается, так классно радоваться тому, что есть и благодарить за это Всевышнего. Сильно что-то хотеть не надо, но нужно хотеть, то есть должно быть путь, по которому человек хочет идти, его ведут. И если вы нормально себе выстроили всю свою вот эту вот, весь свой мир, мы все живем в иллюзорном мире, каждый человек живет в иллюзорном мире в представлении о том, как все работает. Если вы себе выстроили этот иллюзорный мир красиво, удобно, с понятными целями, с понятными стратегиями, и вы каждый день идете по этому пути, по чуть-чуть преодолевая свои вчерашние ограничения, при этом благодаря Бога за все, даже заранее благодаря за все, то это самый идеальный вариант жизни, который только можно представить. Все, дорогие друзья, какие три вывода? Первый вывод такой, что те, кто советуются, у них будет хохма, божественная мудрость, это был первый отрывок. То есть не надо быть таким упертым бараном, особенно если это мнение, а нужно советоваться, смотреть с разных сторон и искать именно божественную мудрость, то есть искать знание от Бога, от Создателя мира. Второе у нас было, что если вы работаете над имуществом, лучше постепенно собирать его руками, чем через какую-то пустоту пытаться его приобрести, даже если приобретаешь, потом теряешь. И третье, не нужно сильно-сильно хотеть что-то, а нужно сильно-сильно радоваться, когда получаешь что-то, что хотел даже не очень сильно. Это идеальный вариант для здоровья, это как древо жизни. Все, напишите свои три вывода, и с Божьей помощью завтра в 10 я точно не смогу провести урок, в 9 это будет в 9, или давайте завтра, я скорее всего завтра проведу урок, а потом поеду. Все, с Божьей помощью завтра на том же месте в тот же час, пожалуйста, напишите свои три вывода, потому что если вы послушали и не написали выводы, то это как будто бы вы не сохранили файл. И жалко время ваше, жалко время мое, то есть хорошо мы поучились, оно не жалко, мы хорошо поучились, но если вы сейчас сделаете сохранить файл, три вывода, что я понял, потом было бы классно, что я планирую сделать, потом было бы еще лучше рассказать это кому-то, поделиться, рассказать, обсудить, еще лучше было бы завтра повторить, тогда вообще идеально все эти знания ложатся на полочке, и с Божьей помощью начнут они эти семена, начнут давать плоды в виде здоровья, богатства, успеха, божественного благословения во всех хороших делах. Все, всем желаю хорошего дня, удачи, успехов, пока!